Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сейчас уже практически, мне кажется, конец осени. И в связи с этим я хотела, естественно, рассказать вам о своих именно осенних фаворитах, о тех именно продуктах, которыми я пользовалась на протяжении всей осени. Да, та же, мне кажется, концом лета я уже начинала переходить на эти средства, которыми я пользуюсь именно сейчас. Конец ноября, естественно, пришло время рассказать вам о фаворитах осени, о тех продуктах, которые я люблю, о тех продуктах, которыми я пользуюсь ежедневно, каждый день. Каждый из этих баночек ежедневно в моем обиходе. Я надеюсь, что видео вам понравится. Я надеюсь, что вы что-нибудь для себя подчеркнете новое и узнаете что-то интересное. Итак, давайте приступать. Первое, с чего я, конечно же, начну, это будут волосы. Потому что, если вы давно следите за моим каналом, то ход за волосами для меня это самое важное, мне кажется, что есть. Естественно, я стараюсь не забывать про остальные части себя, но волосы для меня всегда остаются в приоритете. Сейчас у меня после стрижки волосы немножко отросли. Не обращайте внимания на то, что у меня какая-то непонятная укладка, потому что на улице полный просто кошмар. Даже, честно говоря, не хочется выходить на улицу. Настолько там все ужасно. Первое, с чего я хочу начать, это будут именно помывочные средства. Те продукты, которыми я мою свою голову сейчас. Те продукты, которые мне очень нравятся. Кстати, я также выставляла их фотографии в Инстаграм. Так что, если вы на меня не подписаны, заходите обязательно в инфобокс. Там будет ссылочка на мой Инстаграм. Я стараюсь, кстати, там достаточно часто делать посты, выставлять свои фотографии, себя, косметики и просто свои фотки из жизни. Итак, вернемся к косметике. Эта косметика достаточно дорогая. И это Корея. Косметика Мина Ричена. И это именно марка, которой я крашу сейчас свои волосы. Мне безумно нравится эта косметика. Она на основе хны. Она очень здорово увлажняет, ухаживает. Вообще, в принципе, поддерживает состояние волос на протяжении всего времени после покраски. Вот эта линейка у меня именно после окрашивания волос. То есть, этой серии рекомендуется использовать. Ее рекомендуется использовать именно после того, как вы покрасились. То есть, где-то 10-15 помывок вы используете именно эти два средства. Здесь находится шампунь, который очень мягко и очень бережно и очень здорово очищает ваши волосы, абсолютно не вымывая краску с волос. Поэтому, девочки, присмотритесь. Единственное, что у них очень высокая цена. Ну, как для меня, вот лично, это очень. Потому что шампунь за 2 тысячи, ну, я бы, наверное, не стала бы в обычной жизни покупать. Но так как была скидка, я купила эти два продукта в наборе. Я безумно, на самом деле, этому радую. И набор у меня где-то 2 с чем-то вышел. То есть, шампунь и кондиционер за 2 с чем-то тысячи, хотя обычно один флакон, двушку стоит. И кондиционер. Вот таким вот образом он выглядит. Это тоже именно, знаете, такая... Это вообще линейка для поддержания цвета волос и также восстановлению их после травмирования краской. Сама краска по себе, Ричен, она очень-очень мягкая. Она очень-очень, я бы даже, наверное, сказала, лояльная. Потому что она не настолько сильно повреждает волосы, как обычная краска. Там не содержится аммиака. И там достаточно большой именно концентрат хны. Я могу вам ее посоветовать. Я, кстати, одни ее узнала именно от ковки The Cat. И безумно ей за это благодарна. Очень-очень крутые средства, поэтому тоже всем советую. Далее, что касаемо волос. Это просто моя любимица. Честно вам скажу, я абсолютно не ожидала то, что на меня эта маска произведет настолько потрясающие впечатления. Я очень довольна этой маской. Мало того, что она супер бюджетная, так у нее еще огромный объем и супер крутое качество. Это вот такая Улин Профессионал. Если я ошибаюсь, то обязательно поправьте меня. И это у меня маска именно Service Line Mask Deep Moisturizing. Это маска для глубокого увлажнения волос. Здесь 500 мл. Очень удобный дозатор. Единственное, что он достаточно мало выдает продукта. Но эта маска потрясающе увлажняет. Как-то смягчает волосы. Делает их послушными. При расчесывании никаких проблем с этой маской не возникает. Аромат у нее косметический. Я бы так его, наверное, назвала. Он не супер приятный. Но и ничего негативного он у меня не вызывает. Поэтому, девочки, все присмотритесь. У меня здесь осталась ее уже половина. Очень-очень крутая маска. Я ее очень сильно люблю. И, наверное, буду пробовать покупать еще другие маски. И вообще, в принципе, пробовать марку Олин. Если вы помните, то в своих пустых баночках я вам показывала сыворотку от Олин. Так она мне тоже понравилась. Из этого можно сделать вывод, что Олин Профешнл действительно классная именно уходовая косметика для волос. По поводу именно стайлинга я, честно вам скажу, не пробовала. Следующее мое средство по уходу за волосами это вот такое вот масло. Также я выставляла его в Инстаграм. В общем, это вот такое вот масло. Я не буду коверкать его название. Это японское масло Made in Japan. И здесь 85 миллилитров. Очень-очень красивая баночка. Каждый раз, когда я на нее смотрю, она безумно сильно поднимает мне настроение. Масло достаточно имеет такую густоватую консистенцию. Здесь носик, на который вы нажимаете и разносите по волосам. Пробую. Неплохо убирает пушистость, неплохо увлажняет волосы. Но, наверное, все-таки во второй раз я бы ее не купила. А так, если хотите попробовать что-то новенькое, то, в принципе, могу посоветовать. Она практически не имеет аромата, но мне приятно ей пользоваться. Ничего такого особенного, но все-таки приятно. Далее, о чем бы я хотела вам рассказать, это будет уход за телом. Здесь у меня, ну, как бы самые простые средства, которые есть. Но это моя самая любимая марка и моя самая любимая косметика по уходу за телом. Потому что все продукты, которые я вам сейчас покажу, они безумно вкусно пахнут. Давайте, наверное, первое, с чего начну, это будет очищение. Вот такой вот у меня гель-скраб от Victoria's Secret, кстати, если не сказала, из серии Pink. Это у меня именно Sun Kissed, вот такая вот линейка. Это такое желе с мелкими синтетическими скрабинками, которое очень мягко, очень деликатно полирует вашу кожу. Делаю ее мягкой и очень-очень вкусно пахнущей. На постоянную основу я бы, наверное, не стала покупать это средство, потому что такие деньги бешеные за гид для душа. Но мне кажется, отдавать очень неразумно. Но это был подарок, я безумно ему рада, я до сих пор им пользуюсь. Он ни капельки не испортился, ни капельки не изменился аромат. И поэтому тоже всем могу посоветовать. Но если у вас есть свободные деньги, да, можно на него потратиться. Если вы на бюджете, то, естественно, нет. По поводу увлажнения, опять же, Victoria's Secret, это уже Mango Temptational. Это у меня именно ультра увлажняющий лосьон для рук и для тела. Я очень люблю крема, лосьоны от Victoria's Secret. Именно мне нравятся, кстати, их лосьоны. Вот это вот именно крем для тела. У них очень сильно отличается консистенция. То есть, если лосьон, то он такой жиденький, быстро впитывается. И, естественно, все они безумно приятно пахнут на теле. Но вот этот, он достаточно долго впитывается. И если вы собираетесь ходить в душ, намазаться им, куда-то бежать, то это не самый лучший вариант, потому что крем реально долго впитывается. Его нужно совсем граммулечку просто немножко разносить по телу. Во-первых, вы очень вкусно пахнете. Во-вторых, вы очень долго пахнете. Кожа очень мягкая, гладкая, напитанная. То есть, один восторг. И это у меня, кстати, с нектаром манго и гибискусом. Очень приятно. И поэтому, девчонки, тоже всем советую. Опять же, фотку в Инстаграм выставляла. Поэтому, кому интересно посмотреть как-то более в другом и красивом ракурсе, обязательно заходите в Инстаграм. И последний продукт для тела, тоже моя давнишняя покупка. Это вот такой вот спрей от Виктории Сикрет. Парфюмированный именно спрей из серии Виктория. Я безумно люблю, во-первых, этот аромат и этот спрей. Я его использую как раз тогда, когда выхожу из душа, и у меня нет времени на то, чтобы стоять, сохнуть с кремом. Я пользуюсь вот таким вот спреем. Я не могу сказать, что он как-то сильно сушит кожу. Он ее, естественно, не увлажняет, потому что это спирт. Я думаю, вы все сами прекрасно понимаете. Но вы благоухаете и получаете комплименты. Мне таких спреев хватает, наверное, месяца на 4. Единственное, их выгодно покупать именно на скидках, потому что ценник у них реально не дешев. Вот это я покупала год назад за 1380. Здесь 250 мл. Ну, как бы сами думайте, кому что хочется. Я люблю себя иногда вот такими вот приятностями порадовать. Далее давайте перейдем к ухолду за лицом. Здесь у меня больше всего продуктов, естественно, я думаю, вы понимаете, потому что лицо – это наше лицо, за ним нужно более тщательно ухаживать, нежели за всем остальным, потому что лицо ваше видит всегда, ежедневно и постоянно. Первое, наверное, с чего, естественно, начну – это будет умывалка. Сейчас у меня новая корейская, по-моему, если я не ошибаюсь, да, корейская умывалка от Е-Чойс. Это вот такая вот с 90% алоэ. Честно вам скажу, у меня к ней такое двоякое впечатление. Я сейчас очень много корейских продуктов пробую и могу сказать, что я бы, наверное, ее не купила повторно, но в ней ничего плохого нет. То есть это, знаете, 50-50. То есть в ней ничего супер классного нет. Она не как-то супер здорово очищает лицо. Естественно, она все остатки макияжа смывает. И она как-то, я бы не сказала, что она супер как-то увлажняет ваше лицо. Поэтому купить можно, если нечему умываться, но как-то гоняться с этим средством я бы не стала. Далее, что по уходу. Моя новинка просто вот совсем недавно купила и безумно рада. Кстати, моя подруга, когда я ее налила в атлевант попробовать, она тоже безумно ей понравилось это средство. Это вот такая вот... А что это у нас? Это эмульсия для лица от Холика Холика. Вот таким вот образом эта эмульсия выглядит. Безумно приятное средство. Здесь, во-первых, экстракт алоэ 90%, как и в умывалке. Но если эмульсия мне нравится очень, то в умывалке я этих 90% просто не ощущаю. Итак, давайте вернемся к эмульсии. У нее очень жидкая, знаете, такая консистенция молочка. Сейчас попробую вам показать. Вот, она реально очень-очень жидкая. Достаточно приятно, травянисто пахнет. Очень здорово, быстро впитывается. Помогает заживать его на каким-то ранком, воспалением. Увлажняет прекрасно кожу. Не создает никаких отеков, никаких аллергических реакций у меня на эту эмульсию нет. Потому что в последнее время я как-то очень-очень бурно реагирую на разного рода уходовые продукты. Вот такая вот эмульсия. Всем советую посмотреть, присмотреться к ней. Я покупала ее в золотом яблоке и безумно счастлива. Я покупала ее тогда на скидках и реально очень рада, что мы тогда поехали на открытие. Кстати, мы ездили на открытие Елены Крыгиной. К сожалению, мы ее не дождались, потому что нужно было бежать. Но мы там были, поэтому все, кто был там, всем огромный привет. И присмотритесь к этой вот эмульсии. Далее, по уходу за лицом, мой фаворит-фаворит-фаворит, который у меня уже, наверное, третий, который у меня, к сожалению, закончился. И вы увидите его потом в пустых баночках. Это вот такой вот кремушек для глаз от Пойот. Точнее, это даже не крем. Точнее, это даже не крем. Это гель. И это Гидро 24 часа. Это, в общем, ролик такой железный, который, в принципе, можно хранить также в холодильнике, чтобы он имел такой, знаете, более противоотечный эффект. Очень легкий гель. Очень быстро впитывается. Если нанести его немного и дать ему высохнуть где-то 15-20 минут, никакой консилер, никакой тональный крем или просто там что-нибудь, что вы будете себе наносить еще помимо него на лицо, не будет скатываться. Очень здорово увлажняет. Я им пользовалась, если бы не соврать, наверное, месяцев 7. И летом, и сейчас. Сейчас, правда, у меня на замене стоит другой, но тоже отпоет. Обязательно вам потом о нем расскажу. Супер-супер гель. Это просто вот, это моя любовь. Поэтому всем советую, собираюсь в ближайшее время купить второй, потому что мне он реально очень нравится. Это единственный крем, который у меня вообще отечности не вызывает. А я этим очень-очень сильно страдаю, потому что, ну, я, в принципе, склонна к отекам. И я стараюсь избегать тех продуктов, на которые я как-то неправильно реагирую. Вот этот вот гель, всем присмотреться, супер-крутой, супер-бомбический. Еще одно средство отпоет. Хочу вам показать. Также показываю его в инстаграм. Но это вот такая вот паста, грубо говоря. Если вы помните, то у меня в баночке раньше была моим фаворитом-фаворитом. Паста отпоет от прыщей, от черных точек, такая маленькая. Сейчас у меня ее нет, но у меня есть вот эта вот, как бы, облегченная версия этой пасты. Это, в общем, вот такая вот... Даже не знаю вам, как показать. Честно говоря, я не очень хочу пачкать руки. Вот такая вот субстанция. Да, вот видно. Она очень-очень плотная. Она очень быстро высыхает на вашей коже. Ее нужно наносить именно точечно на проблемные участки. Очень хорошо помогает заживать именно прыщам, болячкам, снимает воспаление, какие-то подкожники. Очень мне нравится использовать ее в качестве какого-то такого антисептика, убирателя неприятностей с лица. К сожалению, кстати, сейчас подумала о том, что ни разу не использовала ее на нос для того, чтобы посмотреть, осветляет она черной точке или нет. Потому что паста та, о которой я вам до этого говорила, она очень круто справляется с этой задачей. Сейчас попробую, ну точнее не сейчас, а в ближайшее время буду пробовать ее именно в качестве убиралки черных точек. Потом обязательно вам расскажу. Поэтому вот, тоже присмотритесь, очень здорово. Но косметика по ее достаточно дорогая, поэтому если есть возможность, наверное, сначала берите пробники для того, чтобы посмотреть, не вызовет ли у вас, опять же, аллергической какой-то реакции. По поводу рук. Давайте, наверное, с последним продуктом для лица именно, что касаемо, закончим. Это будет вот такая вот гигиеническая помада. У меня она, по-моему, с ананасом. Это Альба Ботаника. Мне очень нравится эта гигиеничка. Во-первых, она сладкая. Во-вторых, она безумно приятно пахнет ананасом. Она настолько приятная на губах. Она очень хорошо их смягчает. Это, ну, как бы обычная гигиеничка. Безумно приятно пахнет. Приятная по ощущениям. Действительно хорошо справляется с какими-то болячками, с какими-то ранками. Заживляет, увлажняет, питает. Я в восторге. Я в восторге обычно использую гигиенички именно на ночь, потому что днем я пользуюсь помадой. И, в принципе, меня дома днем практически никогда не бывает. Вот. Мой сейчас спасатель номер один. Тоже присмотритесь. Не знаю, есть они в продаже или нет. Я покупала в том году, то есть зимой. Но только сейчас, к сожалению, руки до него дошли. Итак, это была первая часть о моих фаворитах именно этой осени. Осени 2017. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Сейчас, опять же, буду снимать про декоративную косметику и про парфюм. Надеюсь, что это видео не менее вам понравится, как и первая часть, а может быть, даже больше. В общем, давайте не будем с вами надолго сильно прощаться. Я вас всех очень сильно люблю. Всем спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно ценю. И, как можете заметить, я реально стараюсь как-то вернуться к вам, хоть и сейчас вот в такой вот обстановочке. В общем, ладно, не буду с вами долго болтать. Всех люблю, всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok